Михаил Булгаков Михаил Афанасьевич родился в семье доктора богословия и преподавательницы женской прогимназии. Среди родственников его было много врачей. И вращался Миша с детства в интеллигентных кругах. Свою карьеру изначально Булгаков строил в медицине. Семь лет учился на медицинском факультете Киевского университета. В Первую мировую работал врачом на фронте. В декабре 1917 Булгаков впервые приехал в Москву к своему дяде, известному московскому врачу-гинекологу Покровскому, ставшему прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце». Террором ничего поделать нельзя. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. В 21-м он окончательно переберется в Златоглавую и станет нашим коллегой-журналистом. Причем публиковаться будет в типично советских изданиях. «Гудок», «Медицинский работник», «Россия. Возрождение», «Красный журнал для всех». И даже его известная книга «Белая гвардия» сначала вышла в двух частях в журнале «Россия». Непонятным остается только, как за произведения, в которых сквозила антисоветчина, писатель не отправился в дальнюю ссылку. «Разруха, Филипп Филиппович». «А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах». 1917 год перевернул жизнь России и жизнь Булгакова. Тень этой катастрофы обозначена в романе о вспыхнувшей гражданской войне, который Булгаков начнет писать в 1919-1920 годах. Это будет его первый роман, который автор назовет с неслыханной для тех лет дерзостью «Белая гвардия». Интересный факт. В романе Булгаков описал реальный дом, в котором жил в Киеве. Правда, в тексте присутствует одна вымышленная деталь, которая сильно подпортила жизнь обитателям этого дома. Дело в том, что после прочтения владельцы здания практически полностью разрушили постройку в попытке найти клад, упомянутый в «Белой гвардии». Эксперты твердят о том, что у Булгакова был один враг – советская власть. За писателя горой стоял Горький. Он писал Сталину «Булгаков мне ни брат и ни сват, защищать его я не имею ни малейшей охоты, но он талантливый литератор, и таких у нас не очень много. Нет смысла делать из них мучеников за идею. Врага надо или уничтожать, или перевоспитывать. В данном случае я за то, чтобы перевоспитывать. Это легко». В жизни писателя происходит судьбоносная встреча с Еленой Сергеевной Шиловской, которая стала его третьей и последней женой. Можно сказать, что история любви напоминала судьбу героев из романа «Мастер и Маргарита». В итоге Елена стала не только женой Михаила Афанасьевича, но также его верным другом и музой. Она печатала под диктовкой его произведения, вела многочисленные дела и была настоящей опорой, когда писатель попал в опалу. В 1939 году здоровье Булгакова стало резко ухудшаться. Он стал терять зрение. Врачи диагностировали гипертонический нефросклероз – болезнь почек. Булгаков начал употреблять морфии, прописанной ему еще в 1924 с целью снятия болевых симптомов. Следы морфия позже были обнаружены на страницах рукописи романа «Мастер и Маргарита». Роман впервые будет опубликован спустя 26 лет после смерти писателя и принесет Булгакову мировую известность. Писатель ушел из жизни в 1940-м, на 1949 году. Его тело кремировали, прах захоронен на Новодевичьем кладбище. А вот его бессмертные произведения хранятся в фондах наших библиотек. И вы всегда можете взять их для прочтения. Помните, читать это полезно и приятно. Татьяна Колганова, Новости Искровект. Новости Искровект. Новости Искровект. Новости Искровект. Новости Искровект. Новости Искровект.